Друзья, привет! Привет! Сегодня не хочу говорить ни о чём серьёзном, ни о чём-то таком прям грустном даже, поэтому давайте сегодня поговорим о лете, которого у нас ещё нет. Ну как? Fifty-fifty. Я подумала, что давно не снимала ничего такого расслабляющего в плане какой-то косметики, ухода за собой. Подумала, боже, ну сейчас лето, и я сто лет не снимала ничего про какую-то косметику, про фавориты, потому что, наверное, как вы помните, что я очень люблю минералы. Я её до сих пор люблю, да. Но моя косметичка явно пополнилась некоторыми новыми классными фаворитами, поэтому я хочу очень-очень о них рассказать. Мои фавориты для кожи лица, для декоративной косметики определяются одним простым фактором, что они не вызывают у меня раздражения, не вызывают прыщей, потому что у меня жирная кожа, у меня проблемная кожа. Если в косметике содержится какая-то гадость, какая-то химия, моя кожа моментально реагирует. Просто для примера, я могу сказать, что моя самая прекрасная, чистейшая кожа была, когда я поехала в лагерь в сосновом бару, и я там не пользовалась ни капли косметики, никакой, ну, собственно, я была, конечно, поменьше, чем сейчас намного, но у меня до этого были дикие прыщи, не как сейчас, у меня просто было всё лицо в прыщах, я страдала от них ужасно. И по приезду я была там месяц, я не пользовалась ничем, что мне дала мама, ни с алициловой кислотой, ни какими-то умывалками с цинком, ничем. У меня была чистейшая шёлковая кожа, просто как у младенца, просто благодаря экологии, потому что я не пользовалась какой-то химией. Поэтому это продолжается по сей день, конечно, я очень стараюсь следить дела своей кожи, но, конечно, бывает всякое, бывает, что ты не то съешь, или в косметике реально содержится какая-то гряня, и всё вылезает на лицо. Поэтому моё лицо – это такой, знаете, своего рода индикатор честности производителей косметики. Это идёт лак для ногтей, это чёрный лак от Орли. Вообще лаки Орли мне очень сильно нравятся, особенно их, знаете, миниатюрные вот такие варианты, потому что у них очень удобная кисточка, очень удобная. Даже если у вас такие кривые руки, как у меня, которые вообще ничего не умеют делать, руками какую-то тонкую, чёткую работу, с миниатюрками можно сделать всё. Вот этот большой лак, он, конечно, качественный, но кисточка мне не очень удобна, но цвет просто шикарен, он божественный, потому что чёрный лак – это то, что всегда должно быть в моей косметичке. Потому что чёрный лак и прозрачный бесцветный лак – это вот такие два варианта. Красные лаки носить у меня почему-то не получается, как-то они вроде как обязывают, наверное, а я не хочу быть обязанной. Короче, чёрный лак. Я дико подсела на кремы «Натура Сибирика». Причём все, что я пробовала, мне все одинаково нравились. Вот просто никаких нареканий нет. Прекрасный состав. Я использую как ночной, как дневной, даже под глаза использую. Крем со SPF 20, крем для сухой кожи. Но для жирной кожи, для комбинированной, пройдёт просто идеально и особенно пройдёт на лето. Далее этот бальзам для губ. От Himalaya Hairballs. С маслом росткового пшеницы. Куплен в фикс-прайсе, как ни странно, за 55 рублей. Очень большой расход, очень быстро расходуется, но бальзам крутой. Неожиданно крутой. Просто никаких нареканий к нему тоже нет, в отличие от бальзамов Невея, которым постоянно хочется к чему-то придраться у меня. Клевая вещь. С кремами для рук у меня вечная ненависть. Постоянно всё, что я пробовала, я всё не люблю. Но «Натура Сибирика» опять меня спасла. Вот такая миниатюрка обепихового крема для рук. Заявлено 98 натуральных компонентов. Не знаю, так ли это, пофиг, но крем классный. Крем замечательный. Он одновременно увлажняет и в то же время не оставляет какую-то жирную плёнку. Очень быстро впитывается. Но при этом реально ощущение, что у вас очень такие мягкие, напитанные руки как-то изнутри. В общем, стоил тоже где-то в районе 40 рублей. Вот маленький. Но, блин, я честно хочу такой большой, если он есть вообще в этой линейке. Не буду показывать ни шампуня, ни крема. Летом я вообще кремами для тела особо не пользуюсь. В основном, крема для рук, для лица и всё. Дальше давайте перейдём к тональным основам. Потому что я с весны начала использоваться тональными основами и прайверами. Опять-таки, вы помните главный критерий. Не вызывает крещение, не вызывает раздражение и вообще не подчёркивает каких-то недостатков. И первый мой любимец просто. Я не знаю, продаётся ли он вообще где-нибудь в подружке или ещё где можно его купить. Потому что я купила этот крем случайно. В совершенно обычном косметическом магазине. Таком, знаете, обычном. Обычный. Транскоп. Это люминэ. Это даже не тональная основа, это скорее такой серум фундейшн, как здесь написано. Для сухой и нормальной кожи с SPF 20. Цвет мне подошёл идеально. Текстура довольно текучая, он довольно жидкий. Но при этом очень хорошо распределяется, очень классно увлажняет. Потому что я всё-таки считаю, что даже жирную кожу нужно увлажнять. Чтобы не было такого страшного явления, как обезвоженная жирная кожа. По-моему, это вообще интиграя дичь. У меня такая была. В общем, друзья, на каждый день это замечательно. У меня ничего не вызывает. Как мне кажется, он даже как-то подлечивает какие-то мои прыщики. В общем, хороший состав на удивление. Ну, как бы люминэ, что тут можно сказать. В общем, советую реально всем. Но если вам нужно какое-то плотное покрытие, то однозначно нет. Я, в принципе, не люблю плотное покрытие в макияже. Даже если я сильно заросла прыщами, я никогда не буду использовать плотные основы. Потому что как-то потом будет ещё хуже. Я знаю, я уже пройдена и так. Дальше. Я открыла для себя праймеры. Но пользуюсь ими не каждый день. Вот такой у меня праймер от NYX. HD Photogenic Primer Base. Такая голубоватая у нас темка. Его нужно совсем чуть-чуть. Он очень приятно пахнет. Вы знаете, таким детским кремом из детства. Вы знаете, детский такой очень жирный был крем. Вот по запаху он реально такой же. Очень приятный. Очень такой лёгкий. Но его нужно очень быстро распределять по лицу. Иначе он потом застывает. И эффект у вас с чего распределиться. Но не знаю, насколько он держит тональную основу. Потому что я всё равно по вечерам её смываю. Но цвет кожа реально выравнивает. Такое, знаете, очень мягкое ощущение лица. Короче, прикольно. Мне кажется, на лето неплохая вещь. Но опять-таки не делать из себя слоёный пирог. А допустим, в базу сверху можно нанести нейральную пудру. Или вот этот вот. Foundation. Как я правильно говорю? Foundation. Тональная основа от Lumine. То есть опять-таки на лето, как мне кажется, плотные основы. Это как-то вообще дичь. И я попробовала тональную основу от NYX. Она сейчас у меня на лице, кстати говоря. И это NYX. Тоже Studio Photogenic. Боже, они же зерно и мейки. Но я даже не знала. Foundation. Font Detain. Detain. Это французский, наверное. К сожалению, я не угадала с оттенком. Он очень тёмный. Я его мешаю вот с этим кремом от Lumine. Получается симпатично. Что могу сказать? Тональная основа хорошая. Если бы я подобрала нормальный оттенок. Не подчёркивает вообще никаких шушенок. Вот вы наносите, и это странно. Даже если у вас хреновое лицо. Даже если там что-то не подкрабили, не потёрли. Оно не подчёркивает. Это так круто. Очень приятно пахнет. Такой ненавязчивый какой-то парфюмированный цветок. Приятный запах. Наношу я его пальцами. Я все тональные основы наношу пальцами. Потому что с кистями у меня как-то не срослось. Мне кажется, когда я наношу кистями, то он становится, не знаю, очень заметным. Сразу видно, что на мне тональная основа. Я знаю, что очень многие не любят тональную основу от NYX. Такие, вы знаете, в более прозрачных таких упаковках. Но вот эта вот чёрненькая. Именно Studio Photogenic. Мне понравилась. Просто потестить их, быть может, вам тоже подойдёт. Честно говоря, не знаю, как у кожи. Потому что он прям так сильно не матирует. Но создаёт очень симпатичное такое здоровое яичко. День у меня это вот эти вот минеральные пудрочки. Я просто взяла совершенно наугад. У меня целая коробка этих пудр. Lucy Minerals и Salve Nagnolia. Это вуаль и это основа. Конкретно вуалью я просто закрепляю любую тональную основу. Любой BB-крем, вообще всё, что угодно. Ну, основу можно просто так наносить на каждый день. То есть, минералы это мои друзья. Навеки, вечные, наверное, будут. Дальше давайте-ка пробежимся по... Вы знаете, я стала пользоваться бронзером. Опять. Ну, опять-таки по той причине, что мой старый бронзер Catrice. Бронзер. Он вызывал у меня прощина. Он забывал мне поры. Он был комедогеном, так это говорится. Поэтому я решила не поскупиться. Пил я себе такой вот физичный сформула, да? Баттер-бонзер. Я, честно говоря, очень волновалась, что он мне не подойдёт. И вот именно в плане моих, так называемых, высыпаний постоянных. Но ничего, абсолютно ничего, ну, не вызвало. Пахнет божественно. Я не знаю, я когда им пользуюсь, у меня просто какой-то экстаз происходит в моих рецепторах обонятельных. Это экстаз, друзья. Он очень светлый. Относительно светлый. Мне кажется, он подойдёт абсолютно всем. У меня, кстати говоря, более тёмный оттенок. Но он на лице не смотрится тёмным. Боже, этот запах, это божественный. В общем, я не жалею этих денег, что я на него потратила. Потому что никаких высыпаний, ничего нет. Он очень мягкий, очень шелковистый. Я никогда не видела таких бонзеров, серьёзно, друзья. И вообще, по шелководу, что, блин, лучше купить одну качественную вещь, хорошую, чем тысячу непонятных вещей, которые ты в итоге раздариваешь кому-то или выбрасываешь, или тебе не подходит свет, или ещё что-то. Мои любимые тени, не только на лето, наверное, но и вообще, это Sleek. Aumeturel. Ну, собственно, коробочка просто прекрасная. И оттенки, боже, боже мой. Это просто нега. Ну, я не знаю, но это любовь наверняка. Не буду даже останавливаться подробно на этой палетке. Эта палетка стоит того, чтобы её купить. Вот. Не знаю, я бы, конечно, с удовольствием попробовала бы и другие оттенки, и другие цвета. Что, может быть, и сделаю, в общем. Ну, блин, нет слов. Серьёзно, это шёлк, это как масло. Эта текстура полустома. А-а-а! А-а-а! Куда ты вылетела? Ну, вот, я же не знаю, с светом ухожу. Тихо. Так, поехали быстренько дальше. Будем уходить от темы теней. Я купила Бессонс на два таких карандашика. У меня были сомнения на их счёт, которые развеялись в тот же миг, когда я их попробовала. Первый цвет такой цвет шампанского. Очень тёплый такой, патриарный цвет шампанского. Я сейчас попробую нанести его. Если вам будет что-то видно. Розовое золото, розовое шампанское, честно. Это прекрасный цвет. Друзья, как ни странно, отлично наносится на веки. Растушёвывается. И застывает намертво. Просто намертво. Я приловчилась использовать его и как тени на верхнее веко, и как подложку под тени. Я делаю им стрелки. И я уношу его на слизистую внутреннего века. Я бы купила ещё оттенок. Ну, собственно, я потом пошла в магазин и купила вот этот. Это такой, знаете, бронзовый с примесью, знаете, как это называется? Такой фиолетовый лиловый мов. Или как-то так. Благородный цвет. Очень благородный. Прекрасный просто. Ну, вот так вот, смотрите, знаете. Насколько вам видно. Прекрасный тень. Вот, как ни странно, эссенс часто расстраивает меня своими тенями. Но вот эти карандашики в стике, кстати говоря, их не нужно точить. Они и выдвигаются. Это прелесть. Эльдин бровей. Я ненавижу подводить брови. Я вообще ненавижу макияж бровей. Честно, друзья. Поэтому я просто причесываю их и мажу вот этим гелем от Essence Make Me Brow. Оттенок, по-моему, самый светлый. Даже оттенка нету. Я думаю, с помадами как-то у меня совсем все очень плохо. У меня всего один блеск для губ лежит. Но я еще выскажусь. В общем, блеск для губ. Летом предпочитаю вот такие нежные персиковые, розовые, нюдовые темки. Иногда могу надеть красную помаду. Но редко. Но фиолетовый не тянет летом вообще. Хотя вы знаете, что я очень люблю красные и яркие темные помады. Но вот такие блески по типу Essence. Кстати говоря, отличный блеск. Shine, shine, shine. Серия Wet Look. Look. Так сказать, вот как вытягиваете. Look. Прикольные блески. Серьезно. Никаких нареканий к ним нет. Поэтому с помадами, как ни странно, все. Вы мне поверите. Вот просто вот это вот все для губ. Иногда я заставляю себя надеть красную помаду. Но просто потому что я на вас же пользовалась. Они заляжались. Но так. Это в принципе мой весь летний набор. Такая летняя косметичка плюс уход. Эта моя косметичка немножко напомнилась. Опять-таки. Весь какие-то новые продукты. Но в отличие от меня прошлый, я уже на такой шапоголик. Я абсолютно не прихожу, не искупаю все, что видит моя душа. Я стараюсь больше как-то планировать, да, в свой бюджет. И если я хочу что-то одно, то это что-то очень качественное. Это что-то именно в одном количестве. И то, чем я реально буду пользоваться в большом удовольствии. Поэтому я обожаю мою косметичку на сегодняшний момент. Я его расчистила, много чего раздарила, много чего выкинула. Поэтому то, что у меня сейчас есть, это просто фавориты-фавориты. И если раньше я реально могла неделями не пользоваться макияжем, то сегодня я каждый день стараюсь что-то побудить новое. Просто потому что классные продукты. Вот как-то, знаете, встаешь утром, и рука тянется. Поэтому, друзья, такие были фаворитики. То есть я сегодня пельмякный чай. Еще один утром не сделала. Просто прелесть. В общем, мне будет интересно послушать и вас. Если у вас такая же проблемная шерстная кожа у меня, пишите, чем вы пользуетесь, что помогает вам. И оставляйте свои запросы на видео. Я уже вся в этих тенях, я вся в них измазывалась. Но они прекрасны. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.